Так, загружала сейчас стирку, решила постирать, в общем, все кроссовки, которые у нас есть. Я обнаружила, что я их положила в коробку нестиранными. Сейчас начала перебирать в шкафу все и, в общем, увидела, что у меня кроссовки оказываются нестиранные. Решила их постирать. Они мытые, все, но вот нестиранные были. В общем, я их постирала. И все равно они не очень отстирались. Мне кажется, сейчас второй раз стирку буду запускать. Вот эти вот отстирались нормально. А вот эти, видите, не отстиралось. Здесь вообще стирка вылезла. Вот это мне не нравится, то, что вот здесь вот сеточка, в общем, и она от грязи забивается туда. Я сейчас буду по второму разу, наверное, загружать, чтобы отстирывается. А это все отстиралось. Хорошо. Вот эти вот единственные не отстирались. Или щеткой потереть, я даже не знаю. Вот эти двое кроссовок, они почему-то не отстирались. У меня охота было, чтобы побелее все-таки было. Пускай стирается. А это буду развешивать. Я намыла свои кроссовки. Они у меня высохли уже. Очень крутые кроссовочки. Кстати, у меня они очень нравятся прям. Я их в каре покупала в магазине. Очень крутые. Прямо здесь сеточка дышит. Все единственное, что эта сеточка плохо вымывается. Я ее отдельно еще дочищала щеточкой. Но когда стираешь в машинке стиральной, здесь вот вся грязь, пыль забивается. Но ничего. Я в них проходила, получается, всю весну, все лето. И вот на следующий, на этот год еще, получается, они у меня останутся. Очень качественные получились кроссовочки. Не порвались, нигде ничего нет. На ноге они очень круто смотрятся. Кстати, маникюрчик мой. Такой вот классненький. Обалденный. Я теперь буду во всех видео, наверное, свои ноготочки показывать. А что они мне очень нравятся. Классные. Девчонки сделала себе педикюрчик. Смотрите, как круто. Вот так классно блестит. Гель-лак мне прям очень понравился. И ноготочки тоже я сделала таким же цветом. Очень круто. Вообще. Мне очень нравится. Сегодня у нас 19 января. Крещение, кстати, всех с крещением, с таким праздником. Пишите в комментариях, кто уже купался на крещение. Или кто пойдет купаться. Я за себя скажу, что я два раза на крещение купалась. Третий раз не удалось мне искупаться. В общем, да и не горю желанием особо. Хотела вам показать программу, которую я скачала просто в плей-маркете. Это бесплатная программа. Там, конечно, есть платные приложения по типу питания правильного. И полностью вам расписывают это питание. Но я не пользуюсь питанием. Я питаюсь как обычно. Потому что я особо ничего такого не кушаю. Прям жирного. Там, да, чрезмерно. Я, в принципе, знаю, что такое, если когда худеешь, в общем, не нужно есть жирное, мучное. Там и все такое. Через меру, да, там прям наедаться. Вот. Хочу вам показать программочку. Вот она у меня здесь. Интервальное голодание. Вот такой вот значочек. Я его нажимаю. И у меня вот открывается. Вот сейчас я могу кушать. И я уже кушала. У меня, кстати, я забыла вам сказать, что сегодня у меня второй день интервального голодания. Интервальное голодание у меня 16 на 8. То есть 16 часов я голодаю, 8 часов я кушаю. А эти 16 часов приходится у меня как раз-таки на сон. Во время сна я голодаю, получается. Вот. Первый день у меня прошел очень даже хорошо, легко. Я думаю, второй день также. Третий, пятый, десятый у меня также пройдет. Интервальное голодание. Это не так сложно, если, конечно, вы не обжоры, да, какая-то. Вот. Я очень мало ем, поэтому, в принципе, я, можно сказать, всегда сидела на интервальном голодании. Просто сейчас я себя контролирую, что после 6 я не ем. Ну, в крайнем случае я могу чай попить. Но какие-то булочки или там жареную картошку или салат с майонезом я уже себе не буду позволять. Как я могла позволить себе это раньше, да. Когда, как бы, не следила так прям хорошо за фигурой. Вот. Хочу просто попробовать после 6 вообще ничего не кушать. Только пить там воду или чай можете. Вот. Так что я сейчас сижу на интервальном голодании. Две недели. Если мне понравится, я и дальше продолжу. Может, даже и куплю полностью тут все программы, которые нужны. Я не знаю. Ну, вообще, я не сторонник того, чтобы что-то покупать, что-то платно там делать. Потому что в любой момент можешь как-то передумать. И неохота тебе будет ничего, да. Так же я буду прыгать на скакалочки. Это, кстати, скакалка девчонок. Я им тоже нашла скакалки. Потому что они тоже будут у меня просить. Я это 100% знаю. А так я могу вместе с ними спокойненько выйти на улицу. Или даже дома. Но дома лучше не прыгать. Лучше на улицу. Вот. Выйти, попрыгать на скакалочки. Походить. То есть я буду и ходить. То есть пешие прогулки. Скакать на скакалке буду. Отжим. Ну, пресс качать буду. То есть упражнения на пресс именно, да. Потому что я сделала немножко фото. И по фото прям видно очертание моего бывшего, так сказать, пресса. Да. Там прям вот полоса идет. До какой степени мне нужно похудеть. Это реально сантиметров, наверное, 10. Где-то точно в животе. Вот я наела. Это вообще капец. Но по фоткам видно. Реально видно, что прям вот сколько нужно похудеть. Я не знаю, сколько я в животе буду убирать. Но надеюсь, к лету все будет хорошо. И я влезу в свои шорты. И буду с открытым пузиком ходить. Как я этого и хотела. Вот. Подтянуть немножко фигуры талии, чтобы появилось, чтобы бока все ушли. В общем, будем заниматься. Я пока не спланировала свои занятия, но хочу попробовать позаниматься. Говорят, хорошая программа от Хлои Тинк. Есть занятия. Я тоже посмотрю. Или просто девчонок. Посмотрю, как кто занимается. И тоже так же буду по ихним видео заниматься. У меня давно уже лежит, завалялся вот такой вот костюм спортивный. Это топ, получается, поддерживающий. Вот. Сзади тоже там. В общем, потом, если я фотографии осмелюсь выставить, свои жердяйские, то вы увидите в полной мере мой костюм и все такое. И когда заниматься буду, увидите. Ладно. Я его брала на Алиэкспрессе. Очень давно. Но, когда мы еще... Когда я еще только Миланку родила, по-моему. Да. Уже лет 6-7-8 лет назад даже. Я его покупала. И он очень хорошего качества. Потому что я вообще, можно сказать, практически не занималась. Как купила, я помню, начала заниматься. И прям пипец я на занималась. Что ж мне плохо потом было. И я, короче, как забросила это дело, так и все. И я больше не занимаюсь. Надеюсь, этот раз все пройдет успешно. Я дойду до назначенной цели, которую себе поставила. Представить каждый раз меня и много. Приготовились. Три, два, один. Поехали. Поехали. Еще 10 секунд. Три, два, один. Три, два, один. Первый, сидим. Три, два, один. Ой, я не на столе побегу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok